Всем привет! Мы социальная активность и мы вам представляем наш проект «Конку разностранных увлечений». Значит, какие проблемы должен решить наш проект? В первую очередь, многие сталкивались с загруженностью библиотек. То есть, многие приходили в библиотеку, чтобы просто поучиться или же сесть за компьютер, чтобы найти какой-нибудь учебный материал. Но придя в библиотеку, мы зачастую видим, что многие студенты там просто отдыхают, общаются, едят и в конце концов просто лазят в интернете, в том же самом ВКонтакте. То есть, мы хотим сделать отток студентов, которые не занимаются учебной деятельностью, из библиотек. Также наш проект решит проблему недостатка общения с этими студентами. То есть, зачастую разные студенты с разных курсов, с разных факультетов просто, можно даже сказать, так не знаю, существование друг друга. И очень мало людей, допустим, которые поступают на первый курс, ни разу не общались с четвертым курсом. То есть, это даст возможность им также получить, завести новые знакомства и получить новые знания. И, в конце концов, наш проект решит недостаток, можно так сказать, высоковых мероприятий. Что мы под этим имеем в виду? Что они, конечно же, есть, проводятся различные проекты, но мы хотим занять студентов в неучебное время. И, то есть, чтобы им не нужно было никуда долго ходить, потому что, допустим, у них могут быть пары в этот день, просто они раньше приехали, чем нужно. Либо же пара отменили. Они просто могут заняться какой-нибудь деятельностью, о которой мы дальше расскажем. Также чуть-чуть добавлю, что немаловажно, что мы хотим сконцентрировать это все в одной зоне. Мы хотим освободить библиотеки от тех студентов, которые мешают учебной деятельности, выполнению каких-то важных задач. В связи с этим мы хотим создать этот пространство, куда весь этот поток неучащихся студентов будет направлен. Также в нашем помещении будет создано доступное разнообразие студентов. То есть, они могут заниматься тем, что им интересно, помимо учебы. И также это внеучебное общение, то есть, издвижение всех нас студентов разных курсов, разных направлений. К нашим задачам можно отнести разнообразие, как мы уже говорили, специальной активности, соответственно, доступных мероприятий. А также наши мастер-классы, которые мы предлагаем проводить также в нашем пространстве, помогут разнообразить дополнительные навыки совсем разных областей, возможно, ранее не знакомых студентов. Также хочу сказать, что для эффективной музыкальной работы необходим грамотный и правильный наводок. Вследствие нашего пространства студенты смогут получить передышки, взбодриться и достигать новые высоты. И, скажем так, погружаться в знания с вдохновением и с новыми реениями. Что мы хотим сделать для создания данного проекта? В первую очередь, мы хотим побеспокоиться о комфорте студентов, чтобы они не пришли в полое помещение с двумя стенами, а чтобы им было, в конце концов, где просто присесть. И, конечно же, там будут какие-нибудь столики для, допустим, какой-нибудь игры, или же для того, чтобы кто-то кому-то написал, ну, если взбедет кому-то пол, конечно же, домашнее задание или что-то в этом роде. Да, чтобы это была уютная, неформальная, а важная атмосфера. Стой, стой, минутку. Так, все. Также мы будем разрабатывать различные мероприятия, о которых мы дальше расскажем, и которые будут расписаны по тем. То есть каждый студент сможет посмотреть расписание, и в определенное время, если это будет кому интересно, на него, собственно, прийти. Мы хотим также, ну, вот это относится, в принципе, к предыдущему пункту, донести до студентов какую-то новую информацию и помощь в проведении каких-то, ну, ну да, мастер-классов. Это громкое название, да? Да, это громкое название, но многим студентам интересно не только свое направление, но они еще хотят развиваться где-то еще. И мы в определенные дни и в определенные часы готовы предоставить студентам наше помещение для того, чтобы они получали данные знания и навыки. И в конце концов, это тоже относится, по сути, к предыдущему пункту, мы будем разрабатывать различные вечера, чтобы студенты смогли украсить свой досуг, по сути, бесплатно, за который не придется платить. То есть, допустим, у некоторых студентов просто-напросто нет денег, чтобы войти в кино. И мы сможем им предоставить различное кино. И это будет точно не только какой-нибудь развивательный формат. Нет, мы хотим также предоставлять документальные фильмы, чтобы они при этом еще как-то развивались, чтобы им было интересно и познавательно. По поводу вечеров и литературы я хочу сказать, что многие студенты, несмотря на то, что они выбрали техническую специальность, интересуются литературой. То есть, это можно сказать по обилию пресс-центра и медиа-центра. Это люди, которые пошли начали увлекаться, помимо основной учебной деятельности, какой-то гуманитарной составляющей. И эти вечера готовы им предоставить возможность этим заняться. Собрание по интересам можно, как я говорил, предоставлять различным кружкам наше помещение, чтобы, в конце концов, люди в основном в первый курс не ходили и не спрашивали, а где это такое. Они знали точно, куда пойти. И в конце концов, игра что где когда... У нас в ВУЗе, конечно же, есть такая игра, но она предоставлена на межвузовской площадке. Мы же хотим предоставить эту игру во внутривузовской площадке, чтобы люди из Вермеха играли же с людьми из Вермеха. То есть, они были как бы на одних условиях. И это позволит, допустим, задавать вопросы в какой-нибудь технической специальности, если будет превалировать количество людей, которые пришли в этот день именно на технической специальности. Для того, чтобы создать наше пространство, надо всего лишь немного. То есть, остановит, конечно, желание пространство, которое в Вермехе существует. Также в пространстве необходимо будет обустроить мебелью. Мы предполагали, что это будут мягкие беспортные буфики, которые далее мы покажем вам на картинках, как мы их представляем. Нам необходим будет проектор и экран, чтобы проводить литературные вечера, либо вечера документалья на кино. Которые есть в свободном доступе в Вермехе и которые не заняты напрямую постоянно. Также мы можем прибегнуть к помощи фотовыставки в оформлении одной из стен нашего пространства, украсив данную часть работами нашего фотокружка. И не обязательно фотокружка, да. Вот так мы представляем примерно наше помещение, но, конечно же, возможно какие-либо доработки и какие-то привнесения. То есть мы так представляем в идеале, но если будут какие-то поправки, мы их, конечно же, учтем и примем. И все будет зависеть от того помещения, которое нам идет. Для того, чтобы реализовать наш проект, у нас уже имеются готовые ресурсы. Например, для того, чтобы украсить наше помещение в формате фотовыставки, у нас уже имеются фотографии, распечатанные на пенокартоне и для этого соответствующие фоторамки. Также у нас имеется большой список настольных игр, в которые могут играть студенты, дабы, разнообразить свою искусственную учебную деятельность. А также у нас имеются представители различных объединений, которые уже готовы провести различные мастер-классы в различных областях. Будь то что-то техническое или же как пользоваться фотошопом, создать презентации и так далее. И также для проведения игры «Что, где, когда» на внутривузовском уровне у нас имеется представитель, готовый нам помочь с организацией всего этого. Ну а главное, готовые ресурсы для нашей команды, естественно, наши привлеченные в дальнейшем балансеры. Значит, как мы хотим реализовать этот наш проект? Во-первых, мы хотим в первую очередь опросить студентов. Интересно ли им это? То есть, если большинство студентов проголосуют за этот проект, то конечно же мы его начнем делать. И это основной пункт в начале нашей работы. Далее мы хотим создать календарный план. Что это означает? Мы разбиваем календарь на дни и каждый день пишем, что к чему относится. То есть, допустим, в понедельник, это просто пример. Допустим, в понедельник будет, допустим, литературный вечер, повторник киновечер, в среду, например, мастер-класс. Конечно, это не окончательный вариант. Я привел просто для примера. Чтобы вы поняли, что я имею в виду. И, конечно же, разработка режима деятельности. То есть, со скорки до скорки будет работать данное помещение. Кто в этом помещении будет находиться из студентов и кто будет наблюдать за данным помещением. Подводя итоги, мы хотим сказать, что решит наш проект. Значит, в первую очередь, наш проект создаст площадку для общения студентов. И это, на самом деле, очень поможет многим людям, которые зачастую просто ломают голову, как же познакомиться с старшими курсами или же откуда понабраться у опыта в тех или иных перспективах. Мы освободим библиотеку. То есть, на самом деле, в библиотеке при реализации этого проекта станет намного меньше людей. И людям будет действительно... У них появится место, где действительно можно учиться. Где никто им не будет мешать. И, в конце концов, мы разобьем социальную активность студентов, что сделает их более общительными и открытыми для разговоров. Спасибо за ваше внимание. И я... Мы тогда выслушали ваш вопрос. Да, да, да. Очень интересно стало. А если, например, у вашего проекта не такое внимание, если вам вывезут свои 50-ки? После этого вынесли, что вынесли, что вынесли заставлено, да? И у вас не хватит, что вынесли делать? То есть, например, большой перерыв, многие студенты остаются вниз. Да, очень много вопросов. Я понимаю. В нашем ГУЗе есть помещения, достаточно большие помещения. Да, способные разместить такую массу людей, которые все желают, что смогут посетить. Да, способные разместить очень большое количество студентов. И есть данные помещения, зачастую, либо мало используются, либо же они... Состояты ли? Нет, состоят в качестве складов. То есть, мы планируем эти помещения использовать, и чтобы оно работало не просто в сериале, а работало в плюсках. При этом поток студентов будет более равномерно распределен между столовой, библиотекой. И, то есть, не занятые люди смогут приходить к нам. То есть, все будет четко. А можно снимать такие вопросы? Ну, сейчас же очень современно и модно, там, не знаю, кирпичные стены и прочее, прочее. Вот. Мы можем сделать лофт, например, уже. А так, понятно, косметический ремонт. Я думаю, мы готовы. Я лично готов красить стену. Да, да. Ну, запомнили. Хорошо. Сейчас, близко на меня. Ну, изначально вот такой же вопрос, но сейчас вот и еще появился. Вы собираетесь это сделать только в каком-то одном корпусе? Ну, да. Да, в главном здании. Ну, изначально, изначально планируется, конечно же, в главном корпусе из-за того, что туда приходится основной поток студентов. То есть, да, там находится очень много студентов и многим людям будет там удобно находиться и туда удобно добираться. Если же этот проект будет действительно популярен среди студентов, то, конечно же, мы готовы заняться и новым корпусом, и найти там помещение, в котором мы готовы все обустроить. Да, пожалуйста. Ну, мне очень понравилась идея насчет кино вечера. То есть, это просто прекрасно. Я бы с удовольствием ходил на него. Но единственное, что... Хочу сказать. Наверное, лучше всего там показывать именно художественные фильмы. Художественные фильмы, которые известны, ну, так, киноклассиками. Тут такая проблема касательно авторских прав. Да, у некоторых фильмов есть защита на авторских правах. Конечно же, не у всех. И, то есть, мы готовы показывать те фильмы, которые не будут запрещать... Нет, наоборот. Которые нам не запрещают показывать закон о авторском праве. А, то есть, мы у них проблемы сияли с ним? Их не должно возникнуть. Но, знаешь, как говорит... Извините. Надейся на лучшее, а готовься к лучшее. Да. Ну, очень хочу. Да, Павел. Вы говорили про литературные вечера. Да. Вы будете разделяя с ним? Нет, я готова составить литературный календарь. Памятный дам. Например, я пример проводила. Мне просто очень нравится Сложеницын, к примеру. И вот 30-го февраля, день памяти, жертв политической прессии. Естественно, можно выбрать, там, Оску Мудрюштама и, например, Александра Сложеницына. И посвятить вечер, вот, например, двум этим авторам религиям. То есть... Или же, допустим, накануне Великой Отечественной войны посвятить вечер, допустим, рассказам или же поэзии об этом ужасном событии. Ну, я думаю, что в университете найдутся люди, которые пишут стихотворения, и было бы плохо провести вечер собственной поэзии, да? Это всё можно комбинарировать. Конечно, конечно. Вжитый микрофон. Вжитый микрофон. Вот. Конечно, мы приехали на сметку. А потом, в филис, а если от обратного пасти, например, быть с предложением на встречу с Сокором. Это интересно. Он обязательно с тобой приведёт? Это интересно. Как пример. То есть, вы говорите авторские права, а наоборот. От артиста. Ну, это уже большая работа. Можно? Да. Я хотел сказать тоже про авторские права. Если мы показываем классику, которая снята давно в некоммерческих целях, то это можно. Мы не зарабатываем на это, да? А кто займётся подбором программы тогда просмотров? И кто готов, например, готовиться к этим показам? То есть, рассказать, когда снимался фильм, кто его снимал, да? Какие актёры, как это отразило время, отразилось там и так далее. Готовы, да? Приходи. Я тоже готов. То есть, вы предлагаете ещё создание нового объединения? Конечно, да. Более того, что существуют главные ресурсы, это наша команда, мы будем привлекать ещё людей. Понятно. У меня есть предложение. У вас там стоят пункты, что украсить эту стену... Фото работы. Фото работы. У нас в Мобильногородных студентов есть украсить, допустим, эту же стену или другую, фотографиями оттуда не приехали. Конечно же, это приветствуется. Это приветствуется. То есть, мы хотим украсить работы, стену работами учениками военных. Я бы сказал украсить и убрал. Я бы сделал постоянно действующие фото мысли, постоянно действующие. То есть, идёт смена такая. А то украсить... То есть, это будет предоставлено не только фотокружок. Есть много замечательных фотографий. Допустим, у нас недавно был отчётник по театральной сцене, театрального кружка. Не только. У нас все студии. Да. Все студии делали отчётники. Там много чудесных и прекрасных фотографий. Мы их тоже готовы повесить. И если студент приходит и мы видим, что у него действительно достойные работы, Пожалуйста. Мы готовы их тоже повесить на нашу культуру. Приветствую. Ещё вопросы? Вы, ребята, не боитесь, потому что можно начать отдыхать сюда, что вы всё сделаете, всё хорошо, и спустя месяц это всё студентами могут разрушить, у них просовестные. Так это же в интересах сотрудникам надо принять. Это во-первых... Ну, второе, чем наложили сюда. Я точно буду приходить. Смотри, как мы уже рассказывали, мы будем составлять список, когда кто дежурит. То есть там будет обязательно человек, который наблюдает за этим помещением. Который будет его поддерживать в этот день не столько в чистоте, но то есть там фантики... Нет, это я слишком грубо сказал, да? Ну, сколько будет следить за тем, чтобы не причинили материального ущерба данному помещению и предметам, которые в нём находятся. Вот по поводу дежурства, да? Многие студенты, ну, окна, да, бывают, они могут во время партнеров находиться. Вот кто из, ну, наверное, вашей команды, да, сможет дежурить в это время, потому что всё-таки учёба превыше всего... Я понимаю, у нас довольно-таки большая команда, и у всех людей разное расписание. То есть... Некоторые студенты приходят, ну, допустим, с утра у них три пара, а у некоторых при ней просто четвёртая пара идёт. И поэтому это довольно-таки непроблематично, чтобы составить график, когда кто будет приходить. То есть на день может дежурить, допустим, два-три студента, чтобы это, конечно же, не мешало ей учебной деятельности. Да, хорошо. Катя? Ну, понятно, вы не будете, что там, в любом случае находиться, дежурить, то есть определённый режим работы, грубо говоря. Да. А какие это, например? Или разные дни разные? Да. Вот это мы и будем разрабатывать. Конечно же... В идеале хотелось бы режим работы ведь с девяти утра, например, дома... Нет, 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 нет. С десяти утра хотя бы. Чтобы там проснулся и не усилали. Мы можем выяснить наши удобные, подходящие режим работы для учащегося, для учащегося. Да. Тем более вечером у студентов намного меньше пар, и вечером студенты уже в основном стремятся домой. То есть работать прямо-таки до закрытия универа нет такой необходимости. Мы будем смотреть, в какое время студенты будут больше всего находиться, и в какой момент их будет минимум. Ну, то есть ближе к вечеру. И на основе этого исследования, можете рассказать, мы будем решать точность. С стопки до стопки будет это работать. Можно маленькое предложение? Я так подумала, что умейте это дело во новом корпусе, потому что нам не знать, что у нас просто нет места посидеть перед парой, у нас практически нет места по езеням в машине. И мне кажется, что в рамках вашего проекта можно было бы раскидать какие-нибудь буфики по старой донам. Потому что мне все-таки кажется, что у УЛК этого не хватает, какого-то пространства, насколько нам известно. У УЛК нет свободного пространства необходимого нам, для реализации нашего проекта. Ну, по крайней мере, мы не обладаем... Ну, смотри, хорошо. Допустим, допустим, представь на мгновение. В нашем пространстве постоянно будут люди, которые за ним наблюдали. В новом же корпусе нужно будет постоянно назначать, допустим, каких-то дежурников. То есть, либо же забирать людей с АФО и направлять их на слежку за этими буфиками, чтобы их, допустим, не разербанили, не стащили, допустим, или же, я не знаю, там, не замарали. Это все понятно, я к тому, что в главном корпусе достаточно много нет, чтобы просто присесть. У нас этого, ну, практически нет. Но мы будем ходить в главный корпус. Мы рассмотрим этот вариант и примем возможное решение. Предлагаю вам в полу пятого. Как-то просто в рамках вашего проекта, может, было бы это и развити на второй корпус. Потому что мы и так очень сильно обделенные, у нас очень холодно. У нас есть еще третий корпус. Это, собственно, тот же корпус, он соединен. Ну да, да, да. У вас пока еще? Так, еще раз. Ну давай, ну давай, давай. Давай, давай. Ну давай, сейчас поднял. Ну хорошо, я просто откинул идеи, не будем ничего не прописывать. Сергей Александрович, наверное, помните, в первом общении была такая шутка, что представители разных там диаспор, и золы, и всеобразные вчера. Наверное, ну, прикольненько в своем роде разделить все это навсегда. Там были люди, ребята, приехавшие из Сибири, там какие-нибудь и клубы там у нас есть. То есть, вы говорили, что разделили на Сибири, как можно назвать? А, это местная идея, и мы подумаем, как ее, возможно, будет реализовать. Вопросов нет? Нет.